Сейчас с нами поделится своими увлечениями и интересами Юлия Ковос. Юлия — это ведущий мировой эксперт в области когнитивной психологии, доктор философских наук, преподаватель на факультете психологии в Университете Голдсмитт, Великобритания. Юлия изучает формирование индивидуальных различий в интересах и способностях к математике, в том числе влияния генов. — Здравствуйте. Мне очень приятно сегодня здесь присутствовать. Все произошло немножко неожиданно. Так вот получилось, что я успела приехать в Томск. Мы основываем, образовываем новую лабораторию в Томске, посвященную когнитивным исследованиям и психогенетике. И как раз моя поездка совпала с этим замечательным событием. Ну, прежде всего, хотел бы присоединиться к словам предыдущих выступающих, что в мире много всего интересного. Я думаю, что особенно, когда люди молодые, обязательно не нужно концентрироваться на чем-то одном. Нужно исследовать и использовать возможности. Сейчас мы живем в современном мире, когда столько возможностей постоянно получать новую информацию, что не нужно подписываться под каким-то одним мнением или заниматься чем-то одним. Моя конкретная собственная карьера происходила очень странными, замысловатыми способами. Вначале я училась в Санкт-Петербурге, родилась в Петербурге, выросла в Петербурге. Училась в педагогическом университете, изучала литературу и языки, языкознание. Потом я переехала в Лондон, там я изучала психологию. Потом я изучала нейропсихологию, устройство мозга. И потом я защитила докторскую диссертацию по генетике. И думаю, что сейчас, к настоящему времени, узнала так много интересного. И я считаю, что абсолютно все, что я изучала в жизни, сейчас я использую. Поэтому ни в коем случае не нужно, как мы говорим по-английски, have tunnel vision. Нельзя все время как находиться в туннеле. Всегда широко смотреть на мир. Чем же я занимаюсь сейчас? Значит, вот эта картинка демонстрирует вот этот сложный подход. О том, как вы все знаете, конечно, что мы начинаем как только одна клеточка. Потом она делится, делится и делится. И потом превращается вот в этих уникальных людей, которые здесь сидят, вот в этом зале. И вообще существуют в мире. Значит, вот это, конечно, вы узнаете, наверное, это ДНК. ДНК кодирует протеины. Протеины участвуют в строительстве одной мозговой клетки. Потом ДНК также участвует в том, что одна клетка становится целым большим организмом клетки. Потом становится вот этим сложнейшим устройством. Это самое сложное, что существует в мире, что нам знакомо. Это человеческий мозг. Это то, что совершенно не опознано еще. Миллиарды клеток, миллиарды разных связей между разными клетками. И дальше вы узнаете, что это человек. И вот эти пятнышки означают функции мозга. Вот это очень сложный путь от одной клетки, от ДНК, который присутствует в каждой клетке вашего организма. И вот к этому уникальному существу, которым мы являемся. В Лондоне я работаю над уникальнейшим проектом. Ему уже 16 лет. Мы изучаем близнецов. В этом близнецовом проекте больше 10 тысяч пар близнецов. Близнецовые исследования основываются на сравнении монозиготных и дизиготных близнецов. Я не знаю, насколько вы знакомы с этим методом, но, наверное, знаете, что монозиготные близнецы происходят из одной и той же оплодотворенной клетки. Значит, они идентичны абсолютно по их ДНК. На 100% их гены совпадают. И дизиготные близнецы, их похожесть генетическая не отличается от простых братьев и сестер. Или просто двух сестер или двух братьев. То есть на 50% только совпадает их ДНК, ДНК, которая может меняться между людьми. И вот на сравнении вот этих двух типов близнецов основан близнецовый метод. Из этого метода мы можем, используя этот метод, мы можем ответить на очень многие интересующие нас вопросы. Следующий слайд, пожалуйста. Вот еще раз скажу вам, что наше близнецовое исследование очень удачнейшим образом тоже называется TEDS. Но только расшифровывается по-другому. Twin Early Development Study. Значит, это исследование существует 16 лет. Основано оно было, как расшифровывается это название, на раннее развитие близнецов. Но сейчас нашим близнецам уже 16 лет. И мы их уже начинаем изучать в подростковом возрасте и дальше, когда они будут взрослые. Как я уже сказала, это уникальнейшее исследование в мире. Больше не существует такого аналога, когда на 10 тысяч пар близнецов существуют данные с рождения. И даже до рождения у нас есть данные о том, как они развивались в утробе матери. Спасибо. Значит, как они развивались. У нас есть тысячи и тысячи данных, собранные на каждого этого ребенка, включая их ДНК и включая все их интересы, пристрастия, развитие, снимки мозга и так далее. То есть это знаменитое исследование. И мне, конечно, посчастливилось на нем работать. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, вот это, например, пример только двух наших девочек. Вот им 2 года, 3, 4. Это 7 лет. И сейчас этим девочкам 16 лет. Они приходят к нам в лабораторию. На какие же вопросы мы можем ответить? Ну, прежде всего, это исследование фокусируется на способностях к обучению. Значит, мы хотим ответить на вопрос, который очень меня интересует и всегда интересовал. Что делает двух людей непохожими друг на друга? И в данном конкретном случае непохожими в их способностях к обучению. Почему одному человеку легко дается обучение в какой-то области, а другому плохо дается? И конкретно сейчас мы делаем большой фокус на понимание математических способностей. Почему одному человеку легко даются математические способности, а другому плохо? Почему один практически уже математический гений, а другой совсем отстает даже по простейшей программе? И вот эти математические способности особенно легко изучать в кросс-культурном аспекте. Мы можем сравнить детей в разных странах, людей в разных странах. И вот сейчас в России на базе Томского государственного университета мы образуем уникальный проект «Российский близнецовый школьный регистр». И мы будем… Вот этот проект позволит нам не только собрать уникальнейшие данные уже теперь с российских близнецов, но и сравнить вот эти два проекта, проект в Великобритании и проект в России. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, ну, если я задам вам вопрос, почему люди отличаются в математических способностях, наверное, у вас будут какие-то гипотезы. Может быть, кто-нибудь что-нибудь скажет? Как вы думаете, почему одному человеку хорошо дается математика, а другому совсем плохо? Темперамент. Эмоциональный, хорошо. Еще что-нибудь? Полушария. У кого-то как-то по-разному развиты, может быть. Еще что-нибудь? Воспитание. Воспитание, может быть, родители что-то делают такое, с детьми занимаются, да? Учителя разные. Так, активность серого вещества. Вот отлично, молодцы. Как я предположила, у вас будет много гипотез. Гипотез очень много в мире. И вот как раз этот проект и вот этот российский проект позволят нам протестировать много из гипотез. Но то, что мы уже знаем, это то, что, например, генетические различия между людьми, они участвуют в математических способностях. То, что вы назвали, например, развитие мозга, серое вещество и так далее, вот это тоже связано с какими-то базовыми индивидуальными различиями. И они уже заложены в нашем ДНК, а также они взаимодействуют со средовыми факторами, которые вы уже назвали учителями, родителями, многими-многими другими средовыми факторами. И сейчас, например, еще одна гипотеза в мире существует, что уже в самом начале нашего развития существует уже различие между людьми в так называемом чувстве числа. Следующий слайд, пожалуйста. Вот уже даже совсем маленький ребенок может реагировать на разницу в числовой информации. То есть даже вот этот совсем маленький ребенок видит, что вот эти два слайда разные по количеству точек. И существуют методы изучения младенческих способностей, которые позволяют нам понять, что уже маленькие дети имеют какое-то представление о числе. Следующий слайд. И животные тоже имеют представление о числе. Любые животные, включая птиц, могут различать между какими-то группами предметов по количеству. И более того, сейчас мы уже знаем, что разница между людьми огромная в том, насколько они способны к вот этой числовой чувствительности. Следующий слайд, пожалуйста. Более того, племена различные, у которых совершенно нет образовательных систем никаких. Вот, например, вот это амазонское племя, известное Мундруку, хорошо очень исследованное, показывает, что вот эти люди, несмотря на полное отсутствие математических способностей в плане точных чисел, то есть если вы попросите их, например, даже повторить несколько предметов, если я положу там 6 чашек и попрошу их положить столько же, они не смогут это сделать, они абсолютно получат любое другое количество. Потому что точного количества числа нет в их языке даже, таких понятий нет. Больше, чем 4-5 слов для чисел у них нет. Но в чувстве числа они совершенно нормально могут решать задачи. То есть они могут точно так же сказать, где больше точек, где меньше точек. Значит, вот это чувство числа, оно оторвано от математики, которую мы изучаем в школе. Сейчас есть гипотеза, что чувство числа, различия в чувстве числа, они каким-то образом тоже приводят к различию в математических способностях. И вот эти гипотезы мы тоже будем тестировать в наших проектах. Следующий слайд. Еще раз, пожалуйста. Каких было больше точек, желтых или синих? И следующий слайд. Следующий. Сейчас. Вот, молодцы, у вас хорошее чувство числа. Значит, вот такими тестами бывают сложнее и сложнее, быстрее и быстрее. И вот на этом уровне выделяются абсолютно сразу же мгновенно различия между людьми. И вот мы хотим понять, во-первых, откуда берутся различия в чувстве числа? Они уже закодированы в ДНК или они каким-то образом появляются под средовыми влияниями? И какое влияние это оказывается на развитие наших математических способностей? И это только самая маленькая часть нашего проекта. И последнее, значит, о чем я хочу сказать, это вот изучение ДНК. Значит, первый вопрос, который задают нам люди. Ну вот хорошо, у вас близнецовый проект, уже 16 лет вы им занимаетесь. Что вы нашли? Ну мы нашли очень много интересной информации. Конечно, сейчас я не смогу вам о ней рассказать. Если вам интересно, вы можете написать нам email. Мы можем пообщаться. Если кому-то интересно подключиться к нашему проекту, пожалуйста, обращайтесь. Мы посмотрим, что мы можем сделать. Значит, ну вопрос, который мне часто задают, нашли ли вы математические гены? И значит, на этот вопрос очень легко ответить. Мы не нашли математические гены и никогда не найдем. Но это не значит, что мы не поймем, как работает ДНК и каким образом мы становимся различными между друг другом. Математический ген не будет выглядеть так. Он не будет выглядеть, как большая игла в сене. И просто не существует. Как не существует генов, предположим, в депрессивном состоянии, не существует гена таланта или гена каких-то там отклонений. Гены работают на очень сложном уровне. Много-много ген вместе работают, сочетаясь со средовыми факторами для того, чтобы создать вот эту вот уникальность, которая существует между людьми. Следующий слайд. Сейчас существуют очень сложные, новейшие технологии, которые позволяют нам изучать ДНК. Ну, вы, конечно, знаете структуру ДНК, и это мы уже узнали довольно много лет назад. Но сейчас каждый день молекулярная генетика – это самая быстро развивающаяся область человеческого знания в истории человечества. Следующий слайд. Значит, совсем недавно мы узнали о двойной структуре ДНК, совсем недавно расшифровали человеческий геном. Следующий слайд. Совсем недавно мы поняли, что люди очень похожи, что на 99% мы совпадаем в нашем ДНК, но несмотря на это даже 1% ДНК – это миллионы генетических разниц между людьми. Следующий слайд. Сейчас существуют такие технологии, о которых мы даже не могли подозревать 10 лет назад. Вот на этом малюсеньком слайдике, вот этой вот фиолетовым стеклышком, находятся миллионы вот таких колоночек, которые позволяют нам за несколько часов определить каждый кусочек разницы в вашем ДНК по сравнению, например, между вами и мной. Какая между нами генетическая разница. А 10 лет назад мы даже не могли помыслить, что такое будет возможно. Следующий слайд. Вот так вот выглядит, например, статистический анализ ДНК, который опять-таки 10 лет назад, если бы мы на это посмотрели, мы бы совершенно отчаялись. А сейчас существуют компьютерные программы, которые позволяют нам читать эту информацию. Следующий слайд. Вот об этом я уже сообщила. Российский близнецовый регистр, молекулярные генетические исследования, когнитивно-психологические исследования. Вот этим всем мы сейчас будем заниматься в Томске и по всей России. Поэтому я желаю вам удачи со всеми вашими начинаниями. Надеюсь, что вы пожелаете нам удачи с нашими начинаниями. И, может быть, нам даже удастся вместе поработать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ